МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости телекомпании САМПА. В студии Максим Алиев. И сейчас коротко о некоторых темах этого выпуска. Вы у нас первый раз, нет, на комиссии? Да, первый раз. Первый раз. Ну и как вам вот это приглашение? Нет, ну интересно поговорить и обсудить те проблемы, которые... Я уверяю, вас здесь неинтересно будет. Разговор без шуток. Карельские предприятия отчитывались перед Минфином по своим долгам в бюджеты разных уровней. Шва-шва, доски еле шатаются, я пошла и провалилась. Меня еле-еле вытащили. Подъезд как полоса препятствий. Пол лестничной клетки дома на улице Гоголя в буквальном смысле уходит из-под ног жильцов. Хорошие, качественные, проблемные издания, которые заставляют подростка думать, мыслить, какие-то поднимают социальные проблемы, они могут оказаться за бортом. Защита детей от вредной информации может пагубно сказаться на их развитии. Библиотекари опасаются, что подрастающее поколение перестанет читать книги. Кандапожский дворец искусств с уникальным, одним из самых больших в Европе органов, оказался на грани закрытия. 1 марта срок, когда все сотрудники дворца должны были покинуть свои рабочие места, но этого не произошло. Время Че отложилось или оно все-таки не наступит? Анна Токарева разбиралась в ситуации. На концерте, посвященном памяти Виталия Александровича Федермессера, директора комбината, при котором и был реконструирован этот дворец с органом, должны были собирать подписи в защиту храма искусств и уникального инструмента. Но на комбинате заметили, что подписи собирать бесполезно, они никому не нужны, руководство города и республики и так в курсе, а решению экономических вопросов это не поможет. Для того, чтобы сейчас предприятию выставить, в сложное время банки поставили предприятию условия, что в том случае будут финансировать предприятие, если оно откажется от социальной сферы. Потому что, конечно, ни один инвестор не будет финансировать социальную сферу. Понятно, что речь сейчас идет о том, чтобы поднять комбинат, чтобы заработало предприятие. Это же градообразующее предприятие. Еще в декабре прошлого года Кондопожской администрации комбинат предложил взять на баланс дворец искусств. И вопрос, возможно, решился побыстрее. Но выяснилось, что здания вместе с инструментами и землей заложены банку ВТБ. После консультации с республиканским правительством и депутатом Госдумы было принято решение обратиться в банк с следующим заявлением. Будет подготовлено заявление в банк ВТБ с просьбой о разрешении взять дворец искусств на безвозмездное пользование. Чтобы банк ВТБ отдал? Дал разрешение, да. Как собственность дворец также остается на балансе АО Кандопога, потому что он в залоге. А банк должен выдать разрешение на то, чтобы мы его могли эксплуатировать безвозмездно. Когда банк должен дать свой ответ? И что будет, если банк даст ответ отрицательный на Ваше предложение? Даже если будет отрицательный ответ, то мы будем настаивать на том, чтобы был ответ положительный. Потому что просто так оставить дворец, ну это просто нереально. Это значит угробить. Более подробно о ситуации с Кандапожским дворцом искусств мы расскажем в программе «Культурная жизнь». Смотреть под ноги для жильцов дома номер 49 по улице Гоголя в Петрозаводске теперь стало основным правилом жизни. Пол на лестнице между первым и вторым этажами провалился и теперь ходить здесь стало просто опасно. Но похоже, у работников управляющей компании, обслуживающей дом, есть дела поважнее. Подняться на второй этаж рассыпающегося дома рискнула Анна Монакова. Жители дома номер 49 по улице Гоголя каждый день ходят по лезвию ножа. Буквально на этих выходных Любовь Зварич провалилась прямо на этом месте, по пояс. Самостоятельно ей было бы не выбраться. Пошла вечером, вот поднималась в гости и провалилась. Шла-шла, доски еле шатаются, я пошла и провалилась. Меня еле-еле вытащили. Прямо чуть не упала вот этому соседу прямо на голову. Так мы даже боимся ночами спать. У нас дети маленькие, мы даже ночами не спим, большинство сидим. Этот дом в буквальном смысле трещит по швам. Его жителям ничего не остается делать, кроме как ставить заплатку на каждое место, которое дало слабину. «Лестница, ходим, рискуем жизнью. В доме у нас много детей, в каждой семье по двое-трое детей. То есть мы тут с детьми рискуем жизнью, ходим, можно сказать, прыгаем. Сами полотна тут постелили, чтобы хоть как-то передвигаться». Жители дома очень надеются на программу переселения в связи с реконструкцией стоящего поблизости Гоголевского моста. Их адрес попал в зону будущего строительства. «Первый дом пусть рассмотрят Гоголя, вот этот вот. Потому что здесь невозможно жить, что он рухнет на людей и задавит людей. Понимаете, вот я что хочу. Те дома еще все крепкие, те можно еще потерпеть маленько. Но как наш, он нетерпимый. Он сделает катастрофу людям. И никому до этого дела нет. Но пока никаких реальных шагов по расселению власти не предпринимают. Надежда Волотовская куда только уже не обращалась. В жилищный контроль, в жилищную инспекцию, даже в администрацию президента. Везде сочувственно кивают, но результатов пока никаких. Может потому, что по документам дом не ветхий? Хотя его вид говорит сам за себя. Следить за техническим и санитарным содержанием дома должна управляющая компания «Петрогиц». Но дозвониться до нее жильцы не могут почти неделю. Не смогли и мы. Телефон Петрогица постоянно занят. Остается только порадоваться, чтобы управляющей компанией хоть кто-то занят. Детские библиотеки могут лишиться читателей. Причиной тому, по словам самих же библиотекарей, может стать вступивший в силу федеральный закон о защите детей от вредной информации. Согласно ему, большинство книг из библиотечного фонда должны содержать возрастную маркировку. Библиотекари сейчас в спешном порядке ведут эту работу, но уже признают, закон сырой. За бортом читательского внимания могут оказаться интересные издания. Почему, выясняла Любовь Трофимова. Бестселлер известного израильского писателя Давида Гроссмана «С кем бы побегать» попал в черный список. В Екатеринбурге общественный фонд «Уральский родительский комитет» признал книгу опасной для детей. Книга была рекомендована издателями детей в возрасте от 15 до 18 лет. Однако по содержанию, как утверждают сами родители, она выходит далеко за эти возрастные рамки. Поэтому книгу с такими пометками изъяли из магазинов. В Республиканской детско-юношеской библиотеке эта книга есть, уже с новой пометкой 18+. Заместитель директора Любовь Петрова рассказывает, что после такой антирекламы сама прочитала книгу и ничего предосудительного в ней не нашла, как и многие другие библиотекари страны. Книга это о любви, о дружбе, о страхе и одиночестве. То есть ничего такого криминального здесь нет. Родители, видимо, были обеспокоены, может быть, содержанием, может быть, подачей материала в этой книге. Хорошие, качественные, проблемные издания, которые заставляют подростка думать, мыслить, какие-то поднимают социальные проблемы, они могут оказаться за бортом. В детско-юношеской библиотеке таких конфликтов пока не было. Но гипотетически они возможны. Ведь книги, которые поступают из издательств, без возрастных пометок маркируют именно библиотекари. Мы это делаем таким образом. Приклеивается к верхним правому углу. И читателю возраста 6 плюс пойдет эта книжка. Наталья Стенюшкина говорит, это ее головная боль. Чтобы поставить маркировку, нужно прочитать книгу, проанализировать ее содержание. Работать приходится дольше, но за это никто не платит. В законе толком не прописано, кто должен этим заниматься. В итоге, каждая библиотека маркирует книги самостоятельно. Одно и то же издание может получить разное возрастное ограничение. Детско-юношеские пометки поставлены пока на 100 книгах. Выдавать их будут только в соответствии маркировке возрасту. Подросток 14 лет сможет получить книгу с пометкой 16 плюс только с разрешения родителей. Представьте, 10-летний, 11-летний ребенок. Вот ему интересно будет читать 6 плюс только и все. Или мы должны какие-то дополнительные ограничения. 10 плюс, 11 плюс. Но это как бы уже не законом. Естественно, кого-то это отпугнет от нас. Он не будет ходить в библиотеку и брать эти книжки. В Роскомнадзоре, в ведомстве, которое курирует исполнение законов СМИ, говорят, что с проверками в плановом режиме ходить по библиотекам не будут. Если только поступят жалобы от родителей. Тогда разбираться придется, как в случае с Гроссманом. Но выяснением обстоятельств будут заниматься не они, правоохранительные органы. Административный кодекс предусматривает штрафы за распространение информации, нарушающей права ребенка. Представим себе ситуацию. Это приходит молодой человек, которому там 15 лет, и пытается приобрести, допустим, купить алкогольную продукцию или какую-то другую продукцию. Ведь ему же не должны ее предоставить. Правильно? И существует ответственность. И здесь то же самое. Библиотекари говорят, что сомнительной литературы в их фонде нет. Они следят за поступлениями, работают только с проверенными издательствами. Поэтому смысла в такой дополнительной работе не видят. Закон, по их мнению, требует доработки. Я думаю, что какие-то предложения, какие-то дополнительные, может быть, это будут подзаконные акты. Может быть, это будет какой-то дополнительный закон принят для того, чтобы более продуманно решить ряд вопросов, которые оказались недодуманные, непродуманные. Этого ждут не только библиотекари, но и издатели. Они уже сейчас говорят, прежде чем издавать что-то для детей, они дважды думают, а стоит ли, возьмут ли книгу в магазины. И их страхи небезосновательны. Прецеденты, когда известные магазины отказывались брать сомнительную, на ее взгляд, литературу, уже есть. И сегодня мы спрашиваем у вас, нужно ли маркировать книги в соответствии с возрастными ограничениями. Заходите на наш сайт sampo.tv и голосуйте. Результаты, как обычно, подведем завтра. К другим темам. У него бывают приступы шизофрении при упоминании о Татьянином дне. Он считает себя одним из главных недостатков Русской Православной Церкви, и он же является автором православного праздника Петра и Февронии. Сегодня в научной библиотеке Петрогу со студентами и гостями общался отец Андрей Кураев. Протодиакон Русской Православной Церкви, самый молодой профессор богословия в истории православия, писатель и философ рассуждал на самые разные темы. От отношения к протестантству и гомосексуализму до верности делу Ленина. Подробности в следующем сюжете. Персону отца Андрея Кураева в СМИ и на просторах интернета только ленивый не называет неоднозначной. Но петрозаводским студентам отец Андрей заявил сразу, сенсации от него ждать не стоит. И начал с того, почему у него вызывает приступы шизофрении праздник Татьянин день. Точнее, день студента. Точнее, решение Михаила Ломоносова отделить кафедру богословия от всех остальных кафедр в первом российском вузе Славяно-Греко-Латинской Академии. Само слово университет от слова универсум. Это целостность. И в этой целостности должно быть место для всего, в том числе и для воспитания культуры религиозной мысли. Культуры мысли на религиозную тему. По мнению отца Андрея, следствием такого положения стала полная неосведомленность нашей интеллигенции в религиозных вопросах. Газета «Известия» выходит с заголовком. По университету прошлись с паникадилом. Для тех, кто не засмеялся, поясняю, паникадил – это люстра в храме. В отличие от простого кадила, с которым ходит батюшка. Хотя я убежден, патриарх кадила не взял на встречу с ректором МГУ. Это уж так, для красного словца не пожалеют и святейшего отца. Ну а после этой истории, ставшей вводной, посыпались вопросы. Сейчас в общественной полемике существует такая тема, что церковь распространяет свое влияние на общество. Я не хочу сверять точки зрения, я хотел бы узнать лично ваше мнение, есть ли какие-то границы влияния у церкви. На этот вопрос, по мнению отца Андрея, русские религиозные мыслители Соловьев и Бердяев уже дали исчерпывающий ответ. Нам не нужен оберпокурор, не нужно Министерство православного вероисповедания. Но христиане, обычные, будь то купец или педагог, журналист или ученый, вот каждый должен понимать, что я христианин должен быть не только в воскресенье и не только в храме. Я должен с Евангелием соотносить всю свою жизнь, в том числе и профессионально. На отдельные вопросы реагировал весь зал. Я читал в интернете, на самом деле, не знаю, правильно или неправильно, но вот, что те, кто продолжают дело Ленина, те преданы анафеме. То есть, правда ли это? И если нет, то как получить данную анафему? Спасибо. После того, как одна из присутствующих в зале научной библиотеки ПетрГУ спросила, как же нам праздновать День Петра и Февронии, если этот православный праздник приходится на пост, отец Андрей признался, что придумал этот праздник сам, как некую замену неправославному Дню Святого Валентина. По словам Богослова, до него о самом существовании этих святых вообще мало кто знал. Я вот решил воткнедриться, я знаю, что у нас вот такие святые, есть любящие супруги в Древней Руси, давайте предложим их. К вашей беде эту статью прочитала супруга президента Медведева. И она решила, значит, надо идею в массы. Финальной же частью встречи стали рассуждения о недостатках и пороках самой православной церкви. Один из главных недостатков русской православной церкви сидит перед вами сейчас. Можете заценить его на штабе. Я с радостью вам докладываю. Русская православная церковь глубоко больна. Аллилуйя. Почему? Потому что, значит, она жива. Утропа болезни не бывает. А сейчас о других новостях в республике. Выезжать на лед Карельских озер и рек в дни оборудованных переправ может лишь спецтранспорт. Скорая помощь, спасательные службы. Такое постановление издало карельское правительство. Нарушители, частные лица будут караться штрафом от 100 до 500 рублей. Если же речь идет о юрлицах, то для них штраф может составить до 7 тысяч. Омская проектная компания, готовившая документацию по реконструкции Гуголевского моста, подала в суд на администрацию Петрозаводска, требует 2 миллиона рублей за свою работу. В городскую администрацию утверждают, что проектировщики заказ полностью в оговоренные сроки не выполнили. Следовательно, он не будет оплачен. Руководитель администрации Костомукша Александр Лохно временно отстранен от занимаемой должности. Поводом послужило представление прокурора республики. Вопросы к чиновнику возникли после сомнительных кадровых решений. В частности, на место директора муниципального бассейна был назначен сын Лохно. По профессии горный инженер. Цена билета на поезд до Юэнсу составит 38 евро. Поезд из Петрозаводска отправится 7 марта в 23 часа. Обратно в столицу Карелии, из финского города он пойдет 8 марта. В составе будет 8 купейных вагонов. Билеты можно купить как в железнодорожных кассах, так и через сайт РЖД. Вещь, попавшая в музей, самая счастливая, потому что здесь ее надолго сохранят. В этом уверены сами музейщики. Так посчитали и те, кто принес в Национальный музей Карелии экспонаты из личных семейных коллекций для создания выставки «Миссия сохранить». И если для американских супергероев есть невыполнимые миссии, то карельским хранителям все под силу. В этом убедилась Марина Бедорфас. Более 50 лет назад вот это почетное благодарственное письмо вместе с правом бесплатного посещения выставок было вручено 9-летнему Дмитрию Цвибелю за принесенное в фонд музея пушечное ядро. Теперь и сама эта благодарность, и ядро стали экспонатами новой экспозиции Национального музея Карелии, название которой отражает главную цель — сохранить. Музей — это хранилище. Музей — это ризница. Музей — это не склад и не кладбище раритетов. Музей — это в первую очередь коллекция. На открытии этой выставки собрались так называемые музейные сдатчики, которые могли увидеть свои экспонаты уже и после реставрации. Среди них Валентина Двинская, которая передала Национальному музею не только фамильные реликвии, но вещи Ольги Варгузиной, которая представляет первых основателей беломорского пароходства. Из ее коллекции, например, вот эта уникальная ваза варшавского серебра, очень модная в 19 веке. Или вот этот светильник, который изначально был подсвечником, а позднее был вручную переделан для электрической лампы. А вот этот габелет, это уже из моей собственной семьи. Вы знаете, он принадлежал моей бабушке, которая родилась в 1899 году. Вот, и уже был у нее этот габелет. То есть, когда она ребенком росла, у нее над кроваткой висел этот самый габелет. Он был большой, он был вот такого вот размера. По мере прохождения десятков лет он, так сказать, ветшал, ветшал, ветшал. Многие экспонаты этой издатчицы находятся в постоянной экспозиции музея. И призналась Валентина Двинская, ей еще есть с чем расстаться. Выставка собрала разные вещи разных эпох. Здесь есть и 19 век, и предметы советского периода нашей истории. Есть таможенный конфискат, например, коллекция монет. Выставлены экспонаты уже закрывшихся музеев. В частности, музея боевой славы в Петрозаводском доме офицеров. В 50-е, 60-е годы уже стали историей, и многие предметы, они исчезли из нашей жизни. Поэтому вот одно из направлений, это как раз было собирательство предметов, документов, фотографий конкретно 50-х, 60-х годов. Мы постарались вот большей частью сделать, все-таки выставить то, что людям знакомо. Все мы музейщики, если у нас дома есть семейные архивы и реликвии. Но чтобы правильно их сохранить, сотрудники музея проведут мастер-классы по домашней реставрации, на которых уже в ближайший вторник можно будет узнать, как не испортив ценные экспонаты, убрать пятна с латунного самовара или обновить поверхность старого деревянного стола. А национальному музею пока очень нужны экспонаты 50-х, 60-х годов. Может, они найдутся в вашем домашнем хозяйстве. Чем карельская национальная игра похожа на боулинг и как выглядят уроки нравственности? Накануне в Сегеже сотрудники Республиканского министерства по национальной политике проложили очередной маршрут дружбы. Проехал по нему и Александр Батов. Лучшие представители национальных культур, гости Сегежской школы номер 6, начали с задорной русской песни. И наверняка не потому, что русских больше всего в Карелии, а просто для создания настроения. Поскольку гости из Петрозаводска хоть и приехали в город бумажников разговаривать на серьезные темы, но в праздничном ключе. Маргарита Кемпайнин из Союза Карельского народа провела мастер-класс по карельскому национальному костюму, одев прямо в актовом зале смущенную, но довольную результатом девушку Марию. Известный карельский музыкант Артарин рассказал школьникам о финской истории, финском суровом характере и спел старинную песню про главного героя Эппаса Калевала, славного Вейнемёнина. ПЕСНЯ Вообще вся шестая школа в этот день стала площадкой для бесед, игр и музыкальных номеров маршрута дружбы. Пока в актовом зале шел концерт, в классах ученики беседовали о нравственности. Одним из заданий стало выяснить основные качества семей старшеклассников. Разбились на группы и доказывали словом, чем хороши их семьи. Интеллигентность. Добрость. Чувство юмора. Правда, само понятие нравственность до и во время урока было понятно не всем. Вот я не знаю, что это нравственность. Мне нужно расшифровать. Удалось? Нет, пока что нет. Хочется верить, что подобные уроки помогут таки Надежде Фёдоровой усвоить это понятие. В другом классе тем временем шла лекция о карельском языке, о корнях самого слова «Карелия». И здесь ребята материал освоили лучше, что доказали на конкретном примере. В Калевале возрождается игра «Кюэка» национальная, вот карельская. Она чем-то похожа на боулинг современный, да? Но всё-таки это зародилось давным-давно в Карелии. Вот мы как бы являемся в Сегеже представителями этой игры. Она исконно карельская. Получается, то, что давно забыто, это на самом деле хорошо. Это интересная игра. Нам она очень нравится. Её хорошо было бы возрождать. Целый день шли необычные уроки. Целый день школьники были заняты серьёзными темами. А следующий маршрут дружбы состоится уже в марте в Кандапожском районе. Сегодня в Петрозаводск с единственным концертом приехал хор Валаамского монастыря. Наша съемочная группа побывала на выступлении. Изначально концерт планировали провести для воспитанников детских домов и интернатов, а также молодёжи. Но программа под названием «Завтра весна» вызвала также интерес у пенсионеров, студентов и в итоге стала общедоступной. Эта программа тематическая. Это не чистый концерт. Она тематическая. Она посвящена подготовке к Великому посту, Масленице и довольно серьёзным темам покаяния, жертвенности, любви и вечности. На сцене Большого зала филармонии хор Валаамского Спасо-Преображенского монастыря исполнил церковные песнопения Валаамского распева и русских церковных композиторов. Популярные патриотические и лирические произведения советских и российских композиторов. Между выступлениями хора у жителей Петрозаводска была возможность послушать проповедь профессора Московской духовной академии протодиакона Андрея Кураева. На этом наш выпуск завершён. Смотрите наши новости также в интернете на сайте сампо.тв. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и только хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!